СПОНСОРЫ ПОКАЗА ТОРГОВЫЕ МАРКИ Доброго воскресенья, дорогие друзья! В эфире кулинарная программа «Азбука вкуса» в студии Дмитрий Спиваков и Виктор Митин. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях прекрасный музыкант, харизматичный исполнитель Валентин Узун. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, раз ты уже взял гитару в руки, давай там два аккордика кихи. То есть, дорогие друзья, как вы понимаете, программа у нас сегодня будет музыкальная, позитивная. Ну, сразу слышатся такие балканские напевы. Это Брегович, по-моему, если я не ошибаюсь. Все правильно. Скажи мне, почему ты вообще в своей деятельности взял за основу Бреговича? Вот такие вот мотивы напевы. Почему? Близко по душе. Да? С чем это связано? С твоим местом рождения, национальности? Наверное. Вот там, где мой отец родился, я провел детство. Это берег Дуная и с моим. И, наверное, вот то, что в фильмах «Кустурицы» видно. Дуна и все время вот это веселье. У нас тоже так. То есть, это у тебя в крови? Да. Ну, я так подозреваю, что кухня, о которой мы сегодня будем говорить, тоже, наверное, где-то близка твоей крови. Конечно. Я люблю, чтобы было перчем. Чтобы много мяса и овощей. Да, да, да. Так, хорошо. Раз мы заговорили о кухне, Виктор, давайте обозначим, что мы сегодня готовим. Расскажите. Ну, на самом деле, опять-таки, респект в сторону Балкан, респект в сторону Кустурицы, Бреговича и, соответственно, Валентина Узуна. Спасибо. Он в гостях сегодня в нашей студии, поскольку его творчество навеяно все-таки этими мотивами. Ну, и мы тоже где-то отталкиваемся сегодня от этого, поэтому суп Таратор, болгарский суп на основе йогурта, кефира и свежих огурцов. Котлета плескавица, смесь свинины и говядины, а также салат Шопский, классика жанра. Ну, опять же, да, салат Шопский будем готовить правильно. Не упрощенную какую-то версию, а классическую. И для начала, для салата Шопского, мы забрасываем вот этот замечательный перец в эту замечательную духовку Ханса и даем запечься ему. Дорогие друзья, у нас духовочка прогрета до 180 градусов. Сколько мы будем запекать наш перец? Ну, минут 15-20. Нам нужно снять с него шкурку, и так, чтобы он все-таки был мягкий. Все-таки, ну, может быть, это не самая каноничная версия, но тем не менее, в Болгарии в Шопске ставят запеченный перец. А, кстати, вот, Валентин, ты говорил о том, что любишь шопский салат, он практически как салат греческий, с разницей как раз с болгарским перцем. Вот видишь, добавили какой-то болгарский символик, и все, салат уже болгарский. Еще один момент. Делаем подготовку для катеты плескавица. Мы сделаем, в общем-то, абсолютно правильно. Мы порубим мясо, опа, извините, ножами. То есть правильно, не через мясорубочку какую-нибудь? Да, то есть мы сделаем все-таки, как принято там, мелко-мелко порубленное мясо. Я предлагаю сразу начать издеваться над нашими гостями, мы очень любим и заставляем гостей работать. Поэтому я на тебе мясо нарезаю, пожалуйста. Это приятно, это мясо в холодильнике. Дело в том, что вообще, в принципе, на самом деле, чтобы совсем уж правильно, фарш готовят за день до того, как. Ему дают вызреть, чтобы вкус более был насыщенный, ну и масса немножко более, соответственно, легче лепилась, было более клейкое. Так, ну что ж, необходимо нарезать за такими пластинками и потом эти пластинки тоже нарезаем кусочками. Валентин, тебе придется повторять? Да, но мы тебе усложним задание. Тебе придется в это время, нарезая, не отвлекаясь от нарезки, еще и со мной разговаривать. Играть на гитаре. Играть на гитаре. Но он же не шестируки Шива. Так, скажи, пожалуйста, вообще, с чего началась твоя музыкальная деятельность? Это с детства было? Или все-таки пришло к тебе в каком-то определенном возрасте? С детства я пел везде, но не в публику. Дома, например, купаюсь и пою. Ну, как многие любят, суда, в душу. Да, да, да. Это примерно в десятом классе, когда я был в школе. Ты, главное, извини, пока рассказываешь, все-таки не останавливайся. Все-таки, да, 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 да. Хорошо. Получилось вот так, что у меня дядя играл на гитаре, я даже не знал. И в десятом классе я увидел это, и он играл на гитаре и пел. И он спел пару песен группы Феникс из Румынии. И мне это понравилось. И я ему пообещал на следующий год, когда он приедет в Молдавию, что я ему спою эти песни. Сдержал обещание? Да, да. То есть, действительно, за год учился играть и петь? Взял, научился на гитаре, голосом и так далее. Не так давно у тебя, в принципе, был твой... Ну, я даже не знаю, как это правильно назвать. Твой персональный все-таки концерт в национальном бассе? Наш, да, да, да. Именно оркестр Тармис, Илья. Концерт, зал был полный. Нам это очень понравилось. За неделю уже продались билеты. И в том числе, вот мы 14 мая организуем еще один раз. Так что ты, в принципе, сейчас можешь пригласить наших зрителей сразу на концерт. Да, да. Дорогие телезрители. Тебе все-таки проще... Дорогие спектакли. Вот сразу проще зрители, да? Вот как со сцены. Приглашай. Дорогие мои, я вас приглашаю на концерт 14 мая в 7 часов в Национальный дворец. Вот такое, друзья, приглашение от Валентина Узуна. Собственно, ну, практически персонально. Ко всем и каждому. Скажи, пожалуйста, вот опять же, на этом концерте вы исполняли весьма разнообразную музыку. Это были и национальные мотивы, и балканские мотивы национальные, и современная музыка. Как ли все это намешали? Вот прямо начало концерта мы играли хору, на волынке я играл. И сделали ритмы более современные, и даже звучание. То есть ты, кроме гитары, еще и на волынке играешь? На волынке, да. На чем еще? На кавале играю, люблю на барабанах стучать. Ну, на разных инструментах. Мне очень понравилась реакция одного вокалиста, когда я его спросил, на чем играешь. Он говорит, на нервах. Все очень не любят, когда я пою. Да, и играли и восточную музыку, даже есть наши новые песни, которые тоже в разных стилях. Пели «Фантомов опера» с Марьяной Буликану. С нашей прекрасной оперной певицей, действительно. Девочка с шикарнейшим голосом. Пригласили из Румынии Ильинка Бачила. Была девочка, которая участвовала. Мы познакомились в большом конкурсе. Алена Мун. Мы сделали вообще там попури на современную музыку. Какие песни вложили в попури? «Бейонс» там играли, «Бэкстрит Боис». О, то есть прошлись по таким заводным, зажигательным песням. «Бейби Насси». «Духовая музыка». Да, «Скутер». Скажи мне, а как вообще «Скутер» звучит в духово-барабанно-живом исполнении? Ну, я тебе там видео, и ты посмотришь. Кстати, раз мы уже говорим о том, что сегодня, ну скажем так, у нас и кухня подвязана под Бреговича и так далее, и так далее, тебя же в принципе в Молдове, ты знаешь, называют молдавским Бреговичем. Я не думаю, что я сейчас открыл Америку, я думаю, что ты прекрасно знаешь, что действительно тебя так называют. Как ты к этому относишься? Льстит? Мне приятно, конечно, то, что это мой кумир, мне очень нравится его творчество, и когда люди говорят, что похож, мне приятно. Я вот отметил, кстати, одно схватство, это хотя бы прическа. Где-то есть составляющие. Ты знаешь, я вот выписал для себя несколько интересных биографических факторов Бреговича. Хотелось бы с тобой какую-нибудь параллель такую провести. Я буду тебе рассказывать о факте из его биографии, а ты будешь говорить, так у тебя или как по-другому. Ну, во-первых, как бы про прическу это мы уже разобрались, где-то есть похоже. Он любит смешивать, скажем так, национальные мотивы и где-то, наверное, рок-элементы. У тебя это однозначно есть. Есть, конечно. Идем дальше. Есть барабанная установка в группе, есть бас, гитара, у него этого нет. А, то есть все-таки сразу ты разницу такую развел. Пускай завидуют. Пускай завидуют, правильно. Так, кроме того, что Брегович гитарист, певец и композитор, он актер. В принципе, ты тоже гитарист, певец и композитор, а вот с актерским мастерством у тебя как? Ну, пока еще не было, но мы планируем на будущее писать музыку для фильмов и даже фильмы делать. Понятно. То есть и тут тебя, скажем так... Это очень хочется даже показать Молдавию, вот как Кустурица показывал Сербию, именно народ, и веселиться там. Хотелось бы показать и наш народ тоже. Так, идем дальше. Ну, с кинокомпозитором тоже разобрались. Учимся в музыкальной школе по классу скрипки. Скажи мне, как у тебя с этим? Я вообще не учился в музыке. Скрипка тоже не твой конек? Нет. Ты знаешь, обычно говорят, когда люди первые два года учатся скрипке, соседи их просто ненавидят. Да. Да. У меня немножко другая профессия. Я лесник по профессии. Ты лесник? Да. Скажи мне, у лесников есть какие-то градации? То есть там лесник хвойного хозяйства, лиственного и так далее? Не, 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 не. Лесник-универсал. Не, мне кажется, просто в лесу можно играть спокойно на трубе. И на полный рост, да, и в общем-то... В этом случае в лесу можно спокойно играть на скрипке. И на скрипке тоже тем более, да. Так, мать записала Бреговича в автомобильную школу и за это разрешила Горну носить длинные волосы. Расскажи мне про историю своей длинной прически. О, у меня тоже было интересно. Это было в 11 классе, я решил... Не, в 50. Сразу как начал играть на гитаре, давай, хочу и длинные волосы. Ага, ну модно, наверное, было, да? И поначалу моя мама смотрела на это как-то некрасиво, не хотела. Потому что когда они только начали расти, вот там... Шелина пышная. Да, да, да. А когда уже начали длиннее идти, то уже как-то более красиво. Ну, она уже привыкла. Но я знаю, что раньше у тебя были волосы еще длиннее, то есть до плечей. Да, а потом у меня аж до отсюда. Ага. И как все-таки обратно украсил? Не жалко было? Нет, мне даже сейчас легко, потому что дышит голова. Понятно. Так, идем дальше. Брегович разбил школьный Мерседес. У тебя не было таких инцидентов? Не, не, не разбивал. Просто школьный Мерседеса не было, запорожица. Горн играл какое-то время на бас-гитаре. А я не играл на бас-гитаре. То есть четырьмя струнком ты как-то так, равнодушен? Ну, там совсем по-другому. Там бу-бу-бу. Так, ну и давай про последний такой пунктик из биографии Бреговича. Ну, у него оркестр-то свадебно-похоронный. Да. Ну, со свадьбами все понятно. У нас вся страна работает на свадьбах. Да. А вот похороны бывало ли, случалось ли тебе озвучивать? Ну, я сам не был, но мои ребята играют на похороны. Если вспомнить, опять-таки, мое славное детство, Молдавское село, и у нас как раз-таки был абсолютно свадебный похоронный оркестр, духовая группа, барабан, доба, которые днем играли на похоронах, а вечером на свадьбе, и смотрелось все абсолютно органично. И там, и там они были естественные. Да, да, да. Виктор, вроде вот мяско мы уже так вот понаизмельчали. Да. Ну, и сейчас мы отправим это дело в холодильник. Да. Пирец у нас запекается. Так. Опа. Хорошо. Отправили. У меня чуть побольше получилась. Ничего. Ладно. Не страшно. Ну, сейчас Виктор начнет рассказывать о том, что у него зато намного правильнее нарезано, ну и так далее, и так далее. Ну, мы учимся. Так, дорогие друзья, мы смешали с мелко нарезанным красным луком. Почему в этом случае, Виктор, красный лук немножко лучше подходит к мясу? Ну, он более острый. Мы добавим еще даже сюда, ну, уже когда будем готовить, один горький перец, ну, для того, чтобы такой вкус взрывной был. Потому что, опять-таки, крепкое вино или ракия, то есть, Балканы экспрессивные на самом деле. Ну, что же, дорогие друзья, прямо сейчас мы отправляем это мяско в холодильник. Сколько оно должно постоять? Ну, вообще, по-хорошему, конечно, если мы делаем абсолютно все правильно, как минимум, в сутки. В сутки, но в нашей ситуации? В нашей ситуации немножко меньше, ну, хотя бы полтора-два часа. Ну, что ж, пока Валентин нам что-нибудь хорошее сыграет, а вы смотрите, друзья, короткую рекламу. Скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, вторая часть кулинарной программы «Азбука вкуса» в эфире. Продолжаем играть. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи честно, с утра тяжело петь? Немножко, да. Немножко есть такое в первой половине дня. Ну что ж, кстати, вот ты в первой части говорил о том, что вот в душе пел, в ванной пел, на кухне пел. Пел. Ну, я-то надеялся, что он сейчас скажет «нет, не пел», а «нет, ничего нового», да? Да, да, да. Ну что ж, оставляю гитарку в сторонке. Дорогие друзья, продолжаем готовить. У нас сегодня балканские мотивы не только в музыке. Валентин, тебе спасибо за это, за музыкальную составляющую нашей программы. Виктор, давайте расскажем, что мы готовим далее. А что мы готовим далее? Мы берем вот этот элегантный предмет, терка называется. Берем эту прозрачную чашу. Берем несколько огурцов. Чистим, не чистим? Да нет. Прям так? Прям так, как-то, ну, вот, хвосты только, хвосты. Может быть, мы все-таки объясним, что мы будем сейчас готовить? Субторатор. То есть, его готовят самые разные версии, опять-таки, прошу не кидать меня огурцами, если посчитаете версию неканоничной. То есть, кто-то... А если я уже ее считаю неканоничной, кидать, не кидать? Попробуйте. У вас есть возможность... С вашим автором, если там на кухне, я не спорю. У вас есть шанс. Так, на крупную терку, я правильно понял. А вот давайте сразу сюда. Давайте сразу сюда. Оба. На крупную терку. Вы, Ильинсик, вот программа у нас кулинарная, о твоих кулинарных предпочтениях мы как-то не поговорили. Что, балканскую кухню любишь, это понятно. А что еще? Любой украинский. Любой греческий салат. Люблю джадзики. Это горяческое блюдо. Да, джадзики. Да. Мясо люблю. Ну, ты знаешь, я очень часто замечаю, что рацион питания артистов в обычное время отличается от того, что они могут себе позволить съесть после концерта. Что ты обычно после концерта кушаешь? Ну, не кушаю обычно, а легкое. Легкое. То есть, я знаю, все наши артисты, которые приходили к нам в гости сюда на кулинарную программу, они все говорят, ты знаешь, после выступления так хочется проехать, купить себе картошечки фри, какой-нибудь вредной еды, а тут впервые у нас в гостях музыкант, которые легкую пищу после концерта. Это прекрасно. Это салатик там есть. А вообще, как к диетам относишься, скажи? Все-таки артист, он же должен быть спать. И это я, она даже не диета, а именно вот я хлебник не ем. То есть, образ жизни своеобразно сложившийся. Да, да, да. С утра ем кашу, овсянку, днем салат, супчик какой-нибудь, вечером тоже салатик, мясо или что-то такое. Если помните, Виктор, Берин, что у нас на завтрак? Овсянка, сэр. А на обед? Овсянка, сэр. А на ужин? Так овсянка же, сэр. Да. Или про кошку вспоминая, ой, гречка, опять гречка, опять гречка. Проходит неделя. Ой, гречка. Я думаю, это пять стадий поедания овсянки, да? Первое утро нравится, второе утро, ну, нормально, третье, пятое, в десятое. А я люблю овсянку. Уже все, привык. Без нее никак? Нет. А скажи, вот, по крайней мере, вот у меня бабушка с дедушкой были, скажем так, такие люди, простые, деревенские. Вот есть закон, что в обед это должно быть обязательно первое блюдо? Горячее, жидкое, вот там, борщик, супчик, зама. Не всегда у меня закон, но больше я употребляю. Все-таки старое, есть такое. Зама или борщ, да. Хорошо. Так, Виктор, я уже практически разобрался с огурцами. Что мы делаем далее? Разберитесь, если у вас хватает здоровья уже с последним огурцом, разборчивый вы наш, специалист по-разборкам. Вы только с огурцами умеете разбираться или решаете другие конфликты, ситуации. Дайте палец, я и его натерочку. Однако блюдо у нас будет не пустным. Ну, что делать? Ну, просто же, да, уже можно. Да. Виктор, палец. Давайте попробуйте. Нет, спасибо. Что мы, Виктор, все-таки уходите вы от... Перец, перец. Натираем два перца. Приятно, да, Виктор, постоять, посмотреть, как другие работают? Да. Естественно, я всегда помню в этой ситуации канта. И а после перца? А после перца лучок. И тоже туда же? И тоже туда же. А вообще, расскажите, как вообще этот супчик-то готовится? Ну, на самом деле, мы сейчас готовим смесь для этого супа. Овощную смесь. Он должен получиться у нас яркий, пестрый. На самом деле, перец желтого цвета. Можно добавить еще красный, перец, паприку. То есть, добавим лук тоже через терку. Соль. Много зелени, петрушки и укропа. Вот, кстати. Сразу петрушечки и укропи-то? Да. То есть, Валик. То есть, в моменты, так сказать, творческого простоя. Все-таки не пришлось тебе отдыхать. Мне очень приятно. Ну, это убираем. То есть, черешки нам не нужны. Понял. То есть, только самую кошерную зелень. Да. Вот смотри, Валентин, видишь, как Виктор руководит всем направо и налево? Ты-то у нас в коллективе тоже руководитель? Ну, да. Ну, не у нас в коллективе, в оркестре Тарас. Скажи, как тебе дается эта роль? Сложно ли? Легко ли? Легко удается и очень приятно. И ребята тоже в восторге, так сказать. Ты какой? Деспотичный руководитель или все-таки мягкий? Нет, мягкий. Ты это сейчас говоришь, чтобы хорошим на камеру показаться? Или это действительно так? Да, вот когда будут в следующий раз ребята, они скажут. У нас один за всех и все за одного. Такой принцип. Это очень здорово. Да, если надо будет, все становятся как стена за одного. Вот это показатель хорошего лидера, правильного лидера. Я знаю, что мне кто-то из музыкантов рассказывал одну секретную историю, что отмечали вы как-то какой-то праздник за городом, всем коллективом. И у кого-то из твоих музыкантов, ну, скажем так, было не лучшее настроение. Тяжелый период жизни. Я, может быть, сейчас не все правильно рассказываю, но ты бросил всех музыкантов из-за города, приехал в Кишинев, дабы поддержать его. Были такие моменты, что у кого-то что-то не так, то я быстренько иду за ним. То есть стараешься растормошить. То есть это не подвиг, это нормальное состояние просто для себя. Ну, не знаю, я считаю, что с точки зрения руководителя это все-таки подвиг. Нет, Гим, согласен, но чисто с человеческой точки зрения это абсолютно нормальный поступок. Да, вот я прям чувствую, меня это растрогивать начинает. То ли лук, то ли все-таки меня это трогает. Нет, действительно, это очень красивый поступок. Добавляем зелень. Так, ну что ж, добавили зелень. Что дальше? Все остальное по вкусу. Берем этот замечательный йогурт. Президент. Да, дорогие друзья, берем йогурт от Йогурт Алба. Мы сегодня используем, в принципе, но это тот же самый производитель, что и президент Алба, президент Лакталис Алба. Йогурт мы взяли безвкусный, обезжиренный. Почему именно обезжиренный, Виктор? А это легкий летний суп, такой, который, в общем-то, перед основной трапезой. Кстати, опять-таки, у многих народов, которые входили в состав Атаманской империи, вот этот легкий молочный суп или айран является легким аперитивом перед едой. Сколько мы йогурта добавляем? Ну, йогурт добавляем. Весь, опять-таки, здесь по вкусу. Кто-то любит более жидкий, кто-то более густой, более насыщенный. Вот вы видите консистенцию, она у нас такая, в общем, достаточно яркая получилась. Если добавили бы красного перца, он еще бы красивее было бы. И что, и суп, в принципе, готов-то уже? Да, нам только остается посолить, поперчить. Ну, пускай он пока немножко настоится, опять-таки. Правильно, мы должны его сейчас поставить в холодильник, чтобы он чуть-чуть охладился. И мы получим... Шикарно, просто быстро для лета, по-моему, просто идеально. Виктор, а не забыли ли мы про болгарский перец, который тамится у нас в духовке Ханса? Нет, мы сейчас его торжественно достаем. Посмотрите, как он у нас супершикарно выглядит. Такой загоревший перец, надо сказать. У него летний сезон уже начался. Жалко, у нас нет, у него, да. То есть... Скоро. Надеюсь, надеюсь. Такой мини-солярий. Ну что, переходим, собственно говоря, сейчас к приготовлению салата Шопского. Ну, рассказывайте, что мы должны делать, чем поможем, что на гости перевесим, скажем так. Берем несколько помидор, нарезаем их. Так, я так попрошу, наверное, Валентина это сделать. Дмитрий, у вас с огурцами хорошо получается? Вы покажете, как нарезать помидоры, потому что это тоже важно, наверное. Как режем помидорки, Виктор? По-разному можно их нарезать. Ну, для начала режем ножом. То есть... Я люблю большие помидоры, куски, чтобы были в салате. Но, в принципе, Виктор тоже обычно большими кусками все режет. Это очень хорошо. Я, кстати, вот только познакомившись с Виктором, начал тоже нарезать крупными кусками. Потому что до этого, вот как по привычке мамы, бабушки, все шло мелко нарезанное. И сока много. И сока чувствуется, сока много, да. Мы мелочиться не будем, поэтому у нас все крупно. Ну, раз, Виктор, вы показали, как нарезать помидоры, покажите тогда, как нарезать огурцы. И обычно тоже так их резали. Большими кусками. Ну, гурцы тоже нарезаем крупно. То есть у нас должна получиться яркая картинка. Ну, Виктор, раз первый нарезали, можно и второй тогда уже нарезать. Ну, я что-то оставлюсь. Вам, Юн, шоу, учитесь. Ладно, хорошо, нарежу, нарежу. Валенсин, ты говорил, что ты любишь готовить. Да. Оп. Скажи мне, что обычно готовишь? Вот есть какое-то у тебя коронное блюдо? Оно не прямо уж так коронное, но очень вкусное. Какое? Что это? Это борщ украинский. Все-таки его готовишь? Да, да, да. И греческий салат. Ага. То есть, в принципе, из того, что ты переснял, что любишь кушать, то и коронно готовишь. Да, и коронно готовишь. Виктор, как мне? Ну, я свой перец нарезал уже, а вам нужно немножко нарезать. Прямо вот так вот? Да, да, тоненько горький перец. Я уже нарезал, я лучше вам что-то сыграю. А, давай. Ты знаешь, вот есть у меня песня одна из любимых. «Tuatu lumi haila nunte». Действительно, очень нравится, очень зажигательная песня. Споешь маленький кусочек? Честно, я ее так давно не играл, даже не помню тональность, но попробую. Пока ты готовишься, я смотрел клип сегодня, специально, когда готовился к программе, пересматривал. Там в конце клипа все уже такие изрядно подвыпившие. Скажи, это актерская игра или действительно все было весело с алкоголем и так далее? Все было весело. Все как правильно прям было? Да, 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 по-настоящему. Потому что смотрится действительно правдиво, очень кларитно. Играй. На-и-на-и-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-na-на-на-на-на-na-na-na. Toată lumea, hai la nút! Петеle me, pe улиță, frumocele garofițe, ochii върд, inima cere ce să fac cu ele. О шастелее frumoасă și cu o замбć belând pe față, mamă-ndrăgostit de ea, уite că-i mineasa a mea! спасибо спасибо хотелось бы тебе сейчас поаплодировать но у меня к сожалению в руке только нож и и дощечка скажи мне вот и вот внешне очень такой спокойный человек размеренный как тебе удается так вот сразу зажигаться когда ты начинаешь играть музыку я его держу пламя то есть момента хоп отдал и потом пошел обратно чуть-чуть скажи мне а бывает когда но но не горится не горится нет уже не бывает а было до этого было когда-то а сейчас что ты сделал что таких моментов не было ну прошел через трудности которые они дали силу чтобы горела все нас теперь раз надо значит вся вся игра она горит первым больше я даю а потом обратно и опять горит горит набирается опять но очень приятно посмотреть насколько зажигательная ярко ты выглядишь на сцене и вот сейчас в нашей программе виктор что раз салатиком мы расскажите по залоге логические практически он у нас готов мы бросили сюда запеченный перец зеленый горький перец острый перец киперушьюте помидоры огурцы много зелени я знаю чего точно сейчас подождите нет еще не да еще не время добавляем немножко такую делаем современную версию пеннингованную салата айсберг для насыщенности так что побольше было следующий момент сок лимона до берем лимон и важный момент мы сначала масло 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 пожалуйста да много оливкового масла почему это важный момент почему сначала масло потом лимон чтобы пропиталась насытилась лимон и так даст окисление есть такой анекдот про дворников парижа и валентин так такие мелодические аккордики я хочу еще одну сыграть сыграть но мы сейчас летаем так 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 ну но ну так так вот у нас не было еще гостей которые бы играли в этой студии правда приятно приятно дорогие друзья пока валентин пел что мы сделали мы добавили лимонный сок добавили оливковое масло но опять же сначала перемешали все с оливковым маслом чтобы не было излишка лимонного сока правильно точно так же как с базилик начата баржами на самом деле в него добавляют болгары очень много уксуса то есть они употребляют этот продукт практически везде но мы делаем все-таки более тюнингованную версию поэтому скажем так более студийную более ресторанную все это у нас готово и сейчас остается только взять брынзу и на крупную терку прошу вас виктор ну что ж и в таком вот виде дорогие друзья наш шопский салат будет практически готов мы прямо сейчас уходим на короткую рекламу после чего вернемся и приступим к приготовлению чего котлеты плескавится все это через несколько мгновений друзья в эфире третья заключительная часть программа звука вкусу на студии по-прежнему валентину зум он в начале каждой части появляется то с гитарой то без гитары пока не определились что-то еще сыграешь нам в этой части конечно дмитрий вы тоже играете прежде чем ты сыграешь но ты пока одевай гитару давайте на займемся нашим третьим блюдом мы займемся что как он называется виктор котлеты плескавится плескавится чем отличается от обычных котлет но на самом деле своей остротой много лука и ну я сделал правильно мясо нарубленное ну и наверное все таки острый балканский вкус на самом деле они готовят на гриле но поскольку у нас гриля здесь нет пожарники не разрешают мы сделаем это в студийных условиях возьмите замечательное масло президент так давайте давайте возьмем масло валентин вот скажи вот все уже привыкли к твоему образу такого определенного ромалы с гитарой скажи пожалуйста были ли какие-то ромалы или и понеслась чему говорить все там были какие у тебя были образы до того как ты пришел вот гитаре вот к своему нынешнему образу пробовал ли что-то другое вот экспериментами интересно тогда образов я пока не было определен что пел вот даже не пел ничего если я другим другим занимался теннис ты играл в теннис а сейчас вообще как спорт спорт занимаешься чем спортзале гимнастика то есть качаешь мышцы да 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 скажи мне вот отсутствие каких-то занятий сказывается на знаешь как у оперных вокалистов у них есть все же должно быть на дыхание поставлен на диафрагм очки немножко по-другому я был в прошлом году участвовал в город голосе в румынии и там немножко по-другому учат там есть одна женщина который учит бокалу и она преподает и в европе тоже мне очень понравилась ее техника она не говорит про то вот что те правы что еще чего-нибудь есть плакат где она показывает все что у тебя здесь находится и она сразу тебе показывает вот смотри я могу по оперу и поет я могу как бейонсе и она делает вот техника бьонсе как кристина гилера вот смотри вот так все показывает и понятно очень у нас просто классическая школа бель-канту поэтому да 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 но опять же одно дело петь микрофон а вот опять же что говорят насчет того же академического вокала там-то приходится голосом на весь зал работы потому что совсем другое так виктор отправляет наши котлеты плескается да да отправляет наши котлеты плескается на сковородочку где уже расплавлено масло президент оливковое масло сделали своеобразную смесь как говорит виктор может быть не самую полезную но однозначно вкусную очень вкусную сыграй нам чего-нибудь обязательно вот что начал я в начале Я не знаю, вот сразу хочется украсть коня. Рвануть рубашку на груди, девчонку из-за высокого забора. Но я правда угадал, это песня на цыганском. Скажи, как ты вообще учишь эти песни? Ты же не знаешь, в принципе, язык. Я не знаю, но, конечно, я интересуюсь. Снимаю на слух, но, конечно, встречаюсь с цыганами, и вот они мне говорят. Но этот диалект вообще сербский-цыганский, у нас по-другому. Я пою и на армянском, и на грузинском, и на русском, украинском и так далее. А случалось ли, к примеру, если поешь на болгарском, подходит болгарин и говорит, вот чуть-чуть по-другому, там словечко такое, ну, чуть-чуть не так. Ну, да, да, конечно. Да, и мне приятно, когда говорит, чтобы я знал. Ну, я думаю, в любом случае, им приятно, когда человек, который не говорит на болгарском языке и поет на болгарском. Да, но, наверное, на итальянском тоже. Поехали мне итальянское, но там надо вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Это память и Карруза, если я не ошибаюсь. Валентин, а не хочется на улице иногда сыграть, ну, как уличный музыкант? Ну, иногда бывает такое, даже. Право. А где мы, мне кажется... В Черновцах вот мы играли, со всей группой, и такая толпа собралась, и люди танцевали, и деньги заработали. Если у нас движение просто будет перекрыто в центре города, то есть, да, это проблема будет. Так, Виктор, а не пора ли нам переворачивать, дабы у нас не было проблемы с котлетками? Не пора ли их перевернуть? Ну, давайте, давайте. Скажи, пожалуйста, разкрой нам пару секретов концерта, который у тебя будет 14 мая. Что будешь исполнять? Во-первых, концерт называется Horror Party. Будет две серии. То есть, так, уже сразу с намеком? Да, 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 да. Будет больше балканской музыки и молдавской. Ну, в том числе и будет, и эстрада. Скажи мне, а не было каких-то переживаний на тему того, что ты совсем недавно собрал национальный дворец? И снова, вот, скажем так, через небольшой период времени? Конечно, было не было переживания, но мы думали, что много людей хотело попасть на концерт. Вот мы с Виктором тоже хотели попасть, но в этот день было другое важное мероприятие, с которого Виктор не мог уйти. За неделю до концерта уже были проданы билеты, и мы решили все-таки сделать еще один концерт. Но более веселый. Первый концерт, первая часть была более медленная, потому что мы играли из классики, ну, разную музыку. А здесь мы будем больше на веселье. Скажите, вот, администрация национального дворца не перевешивает на вас ответственность в случае, если вдруг зрители пустятся в пляс, сломают сиденье? Ну, мы ничего такого не разговаривали, но я думаю, что проблем не будет. То есть, танцуют и слава богу. Да, танцуют все. Да, да. Кстати, что у нас с котлетками? Готовятся, я хочу сказать, ну, они чуть-чуть зарумянились. Через пару минут мы их под крышечкой оставим, они у нас дойдут. Ну, и, собственно говоря, суп у нас готов, салат у нас готов и котлеты тоже, в общем-то, через минут пять тоже будем готовы. Ты не так давно приготовил новую песню, насколько я знаю. Вышла у тебя новая песня? Да. Расскажи, пожалуйста, о песне. Песня называется «Драга до бешуары». Мы даже планируем на русском ее тоже текст. Снимали видеоклип в Черновцах и в Одессе тоже. В Черновцах по Кабулянской улице, в Одессе по морю на яхте. Может быть, раз мы уже заговорили. Ну, давай. Не даем мы тебе вот в третьей части нашей программы отдохнуть от гитары? А мне приятно. Скажи, а вообще часто твои друзья просят тебя петь на посиделках? Да. То есть ты понимаешь, что если ты приходишь в гости, то приходишь с работой. В интернете с собой, да. Приходишь с работой. Мммм. Субтитры создавал DimaTorzok и так далее. Спасибо огромное. Ну что ж, дорогие друзья, у нас уже, в принципе, практически готовы наши котлетки плескавица. Да, да. Вот, посмотрите, все золотились, завмянились. Также, друзья, у нас уже готов суп, как он называется? Тратор. Тратор. У нас готов правильный шопский салат. На этом, друзья, мы с вами, пожалуй, попрощаемся. Валентину хочется сказать огромное спасибо за то, что пришел к нам в эту студию. Заполнил ее, знаешь, такой, своеобразной музыкальной, яркой, плотной составляющей. Спасибо тебе за это. Спасибо вам тоже. Очень приятно. Ну а мы с вами, дорогие друзья, увидимся ровно через неделю в рамках программы Азбука Вкуса. Пока. Спонсоры показа торговые марки «Президент Ханса». Субтитры создавал DimaTorzok